Приветствую вас. Конечно, информации вы дали очень мало. Вот вы пишете, что помогите мне пожалуйста, я не уверен в себе. Здесь сразу возникает вопрос. Не уверен в себе в чем? В чем проявляется ваша неуверенность в себе? Какие конкретно качества вы можете выделить в себе, которые определяют вашу неуверенность? Что это за качество? Как вы к этим качествам своим относитесь? Что они из себя представляют, эти качества? Как вы их воспринимаете? И самое главное, что мешает вам их принять к себе? Ведь понимаете, какая тонкость? Если человек не принимает в себе какие-то качества, если он эти качества в себе отвергает, обталкивает, не позволяет им как бы быть частью себя, то возникает одно решение, и вы пытаетесь какие-то свои черты, качества скрыть от себя, от взглядов других людей. И в результате происходит так, что вы просто-напросто вступаете в невротическое поведение, то есть вы вытесняете какие-то свои желания, вы вытесняете какие-то свои переживания, связанные с этими качествами, и изо всех сил стараетесь быть той, тем, кем вы, ну, вполне возможно, даже не являетесь. Это, пожалуй, главное, что я хочу вам сказать именно в контексте вот от того, что вы не уверены в себе. Потому что на самом деле это довольно серьезно, то есть вы по себе. Далее вы говорите о том, что я комплексую. И здесь как бы, как бы начинается продолжение того, что я говорил только что. То есть, что это значит? Дело в том, что если вы комплексуете, значит вы, помимо того, что не принимаете какие-то качества в себе, ориентируетесь в восприятии этих качеств исключительно на мнение других людей. То есть, именно другие люди заставляют вас думать или считать, что у вас есть некоторые проблемы, что именно вы не уверены в себе, что вы там, например, ну, скажем, недостойны чего-то, что вы чем-то хуже, например, других людей и так далее. То есть, комплекс, это в первую очередь внушенное, внушаемое обществом знание о себе, которое преследует цель. Это вот почему люди пытаются внушить другим определенные знания о себе. Зачем они это делают? Значит, цель преследуется такая, такая. Люди хотят, в частности, общество хочет, чтобы вы думали о себе определенным образом и, думая о себе определенным образом, значит, занимали место, которое вам это самое общество, условно говоря, отвело. И обществу необходимо, чтобы вы, вот, именно то место занимали, которое, вот, вам оно отвело все больше, вы не имеете никакого права. То есть, нужно понять, что все ваши комплексы, это следствие общественного воздействия. И общество делает это в своих интересах. Даже комплекс, это неверное, ошибочное представление о себе самом же. То есть, у вас неверные, искаженные, ложные знания о себе и о каких-либо аспектах отношений. Вот почему вы, например, считаете, что то, почему вы комплексуете, например, является чем-то, ну, достаточно важным. Почему вы считаете, что то, по причине чего вы комплексуете, является исключительным, то есть, именно только вам, соответствующим качеством? Почему вы не думаете, что у других людей есть тоже, например, что-то, ну, скажем, подобное, что-то похожее и так далее. То есть, здесь нужно ваши неверные представления, к сожалению, неверные представления о себе, ну, немножечко стараться менять. Естественно, может быть, не сразу, но стараться это делать. Далее. Комплексы – это неверные, это невыраженные переживания. Ваши невыраженные переживания и закрепленные на уровне ассоциации и аффективного следа. Аффективный след – это эмоциональные, так сказать, отголоски тяжелых переживаний. Значит, эмоциональный след и ассоциации – ваши невыраженные переживания. То есть, когда-то у вас были серьезные переживания по поводу вот своих проблем, по поводу своих, например, комплексов, по поводу своих, там, например, противоречий и так далее. Но эти переживания не были выражены должным образом, вы не получили соответствующую нужную обратную связь. И в результате этого закрепилось вот такое вот эмоциональное отношение к себе и к своим проблемам. Соответственно, те самые переживания, которые у вас не нашли выхода, нужно отыскать. Ситуации заново пережить, которые вы не смогли пережить. И вот путем получения адекватной обратной связи и повторного переживания. Ну, например, вот есть такой момент – возвратная регрессия, можно использовать его. Значит, вы просто-напросто будете заново переживать то, что стало первопричиной ваших комплексов, и, говоря простым языком, будете получать истинные представления о них, и тем самым перестанете считать их комплексы. Далее. Что такое комплекс вообще? Комплекс, вот по иронии судьбы, первый ответ вам, моего коллеги, который говорит, что вам нужен комплексный подход, отвечает на этот вопрос. То есть комплексный подход – это подход из нескольких разных сторон, с нескольких разных ситуаций. Это спочитание, совокупность. Второй – совершенно не связанных между собой элемент. А почему же эти не связанные между собой элементы, на первый взгляд не связанные, являются комплексами, становятся комплексами? Потому что у них появляется связь. У них появляется субъективная связь. То есть с позиции субъекта, ну в данном случае, например, это вы, с позиции субъекта, а причинно-следственная связь есть. Какая? Эмоциональная. То есть с позиции субъекта, вы, на уровне эмоций, увидите причинно-следственную связь там, где ее может быть даже и нет. И вот эти причинно-следственные связи вам необходимо разбивать. Потому что они мешают вам. Они не дают вам нормально, спокойно жить. И причинно-следственные связи развиваются только путем, опять же, работы с этими самыми вот комплексами. То есть если у вас есть комплексы, то с ними нужно работать, развивая причинно-следственные связи, эмоциональные, на эмоциональном уровне, эмоционально закрепленные. То есть, что это значит? Вот произошла какая-то ситуация, элементарная, совершенно, но для вас неприятная. И вы моментально закрепили эту ситуацию своим эмоциональным переживанием. И в следующий раз, значит, когда такая же ситуация произойдет, вы, скорее всего, уже будете предрасположены к тому, чтобы как раз-таки вновь испытать то самое негативное переживание, какое у вас получилось случайно, но было эмоционально закреплено. То есть, вот понимаете, какая происходит ситуация? Понимаете теперь, я надеюсь, как работает вот эта вот самая система комплекса, скажем так? Вот именно это я и хотел бы, чтобы вы постарались понять. И вы не написали, в чем именно у вас комплекс. Вы не написали, к сожалению, по каким именно поводам, моментам, аспектам, ситуациям вы комплексуете. Но, я думаю, что в любом случае, если вы действительно заинтересованы в том, чтобы ситуацию как-то вот разрешать, с этим, ну, в любом случае, при любом раскладе нужно будет разбирать. То есть, сама поспешка, надеюсь, вы понимаете, не исчезнет, к сожалению. У вас, вы, судя по всему, довольно давно живете с этими комплексами и, как бы, вам объективно тяжело. Вам объективно тяжело. Другое дело, что вы пиздец, вы выпиваете, вы выпиваете и ругаетесь со своим партнером. Здесь я, пожалуй, скажу вам, что вы делаете, конечно, не очень хорошую вещь, то, что выпиваете. Там, что алкоголь, проблем не решает, напротив, он, я, пожалуй, не открою вам Америку, если скажу, что алкоголь только добавляет определенных проблем, еще больше, но не решает их. И проблема, так сказать, в том, что алкоголь дарует временное обращение, но ни в коем случае не какое-то, знаете, постоянное. И вот до тех пор, пока вы будете через алкоголь стараться решить свои проблемы, ситуация будет, ну, не будет улучшаться. Это почему? Опять же, почему? Дело все в том, что, видите ли, вы запомнили, вы запомнили, что алкоголь дает вам некое такое вот успокоение, скажем так. Вы это запомнили, и если вы это запомнили, то вы будете волей-неволей уже стремиться к этому. Опять. То есть сделать что-то, чтобы испытать еще раз вот это вот, собственно говоря, облегчение. Ну и объективно вам уже сложно будет обходиться без этого, просто потому что вы знаете, что можно сделать для того, чтобы вам было легче. И вы будете стремиться к этому. Далее. Вы ругаетесь с парнем. Пишите вы. Ну, помимо того, что было бы здорово, если бы вы написали все-таки причины, по которым вы ругаетесь. Потому что вот так вот все-таки не очень понятно сама проблематика ваша. То есть, ну, ругаетесь. Ругаетесь почему? Основная конкретная сфера-то в чем? Почему вы, например, не уступаете? Вы говорите, что вы ругаетесь. Когда люди говорят, что они ругаются, это всегда своего рода смещение себя ответственности. То есть, вы снимаете себя ответственность за то, что вот ругаетесь. Но в действительности вам стоит подумать не о том, что вы ругаетесь своим парнем, а о том, какую вы роль играете в этом и почему. Вот это вот куда более серьезный момент. И прекратить это делать по большому счету. Если вы осознаете, что действует невермен, то нужно прекратить это. Вот. Либо идти на уступки, либо просто-напросто стараться игнорировать человека и не вступать с ним в конфликт. Потому что ничего хорошего из этого не выйдет, не произойдет, не случится. Значит, вы спрашиваете, как быть? Первое, что вам нужно сделать, это вот проработать все вот эти вот аспекты, которые я сказал. Они очень важны, они очень важны для вас. Они прям-таки необходимы для вас. Необходимо, чтобы вы их проработали. Необходимо, чтобы вы их как следует обдумали для себя. Это первое. Вот. Второе, чтобы вы проанализировали отношения со своим молодым человеком. И выяснили бы. Ну вот, я ругаюсь-то с ним, чего? А выпиваю я, например. Почему? То есть, что заставляет меня выпивать, например. Это вот тоже важный момент для вас. Ну а дальше, дальше все зависит от того, как вы хотите работать. Значит, ну вот. Как вы желаете решать вашу проблему? Что вы желаете с ней делать? Как вы? На что вы готовы? На что вы готовы ради того, чтобы ее решить? Понимаете? Если вы задаете такой серьезный, важный вопрос, но в столь короткой форме, даже не описав всех аспектов вашей проблематики, то я рискну предположить, что вы или не верите в то, что можете эту проблему решить адекватно для себя, либо вы просто-напросто достаточно несерьезно подошли к этой проблеме. Опять же, к сожалению, как бы вот здесь нету других вариантов на самом деле, потому что, ну, очень маленький вопрос, и на него можно дать только самые общие ответы, а это никогда не приводит к какому-то результату. К сожалению, я имею ввиду результату ощутимому для, ну, для вас, например, и для экспертов тоже, и так далее. Вот поэтому ответ нужно определить также еще и с тем, чего вы сами для себя хотите. На этом все. Надеюсь, это помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Вы знаете, закончить свой ответ я бы хотел так. Напишите себе на листке бумаги, с одной стороны, ваши позитивные качества, с другой стороны, ваши негативные качества. Негативные качества разбейте на две части. Откровенно негативные, то есть те, которые всегда вам вредят, и качества ситуативные, которые иногда положительно сказываются, иногда сказываются отрицательно. И постарайтесь выработать к ним, к этим качествам свое отношение. Результат можете, если хотите, дать мне. И мы с вами начнем с этого работу. Но это опять же в том случае, если вы выберете именно меня в качестве своего эксперта. Вы можете выбрать и других экспертов. Важно-важно выбрать своего, который бы вам подходил. Главное, чтобы вы это сделали, чтобы вы выбрали эксперта, чтобы вы начали работать с проблемами, а не ограничивались только размещением своего вопроса, причем довольно общего. Обратите внимание, что при работе с комплексами практически всегда запрягиваются родительские отношения, детско-родительские отношения, потому что именно родители, в первую очередь, являются тем базисом, который помогает человеку преодолевать комплексы. И если ваши родители этого не сделали, значит, у них были на это основание. И если у них были на это основание, то, скорее всего, это нанесло вам определенную травму, что и повлияло на дальнейшую вашу жизнь и линию поведения. Я желаю вам всего доброго, удачи и успешного разрешения данной ситуации.